МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Начинаем с новостей из Праги. Сергей? Прекращение огня в районе Донецкого аэропорта. За последние два дня миссия ОБСЕ насчитала не менее ста взрывов с обеих сторон. Взрывов, вызванных огнем артиллерий и минометов. Но это уже видео нашего корреспондента из города Горловка Донецкой области, города, контролируемого непризнанной ДНР. А страшно вам под обстрелом? Да. Часто это так тут уже бомбят? Часто. Часто. Каждый день. Каждый день. Вчерашний обстрел Горловки продолжался более семи часов. Согласно информации мирных жителей, огонь велся с обеих сторон. Погибли четыре человека. Обстрелы в эти дни практически постоянно и днем, и ночью. Дома в микрорайоне Комарова сильно повреждены. И во время вчерашнего обстрела ранены по меньшей мере два человека. Ну и еще кадры из зоны боевых действий. Бойцы добровольческого батальона ОУН защищают позиции на передовой. До укрепрайонов сил непризнанных республик меньше километра. Позиции украинских военных обстреливают из крупнокалиберных минометов, запрещенных минскими соглашениями. Позиции атакуют диверсионно-разведывательные группы. Бойцы же батальона ОУН, отмечу, вооружены лишь стрелковым оружием. Другие темы. У украинских военных появилась новая летняя форма. Создавали ее в соответствии со стандартами НАТО. Разрабатывали обмундирование на протяжении трех месяцев. Качество новой формы проверила корреспондент программы «Настоящее время» Ирина Каноненко. Шахтер из Павлограда Сергей служит десантникам в армии уже год. Говорит, самая большая проблема бойцов, как ни странно, форма. Вот сейчас на мужчине шорты, но по списку это штаны. То, что нам выдали, она уже вся дырявая, протертая. Вот смотрите, вот карман. Волонтер Анна рассказывает, что 9 звонков из 10 от военных – это просьбы снабдить хорошей качественной формой и обувью. Форма – это такая вещь, которой, я понимаю, что никогда не будет достаточное количество. Даже если Минобороны выдают какую-то обувь, это все происходит с таким опозданием, что, например, многие ребята еще до сих пор ходят в зимние обуви. А вот на добровольце Богдане сейчас заграничный секонд-хенд. Говорит, поношенным не брезгует. Главное, что было удобно и комфортно воевать. Потом на нас вышел один волонтер, который сам из города Ужгорода, закупил нам форму. Собственно, мультикам он закупил нам комплект формы, перчатки. Ну, одел обувь наш, можно сказать. Так мы ничего не имели. Уже год к ней хожу нормально. Отныне все изменится, убеждает представитель Министерства обороны. Эту форму разрабатывали почти три месяца. Чли все замечания военных. Шили по натовским стандартам. Заменили почти все. Новый дизайн и у нижнего белья, и у бронежилета, и даже у носков. Мы же нашу форму новую разрабатывали в Украине. Разрабатывали относительно, чтобы она была удобной в работе именно под бронежилетом. Вот, смотрите, вроде бы обычная футболка, но это очень качественный хлопок. Мы решили проверить, действительно ли качество новой формы лучше. Предлагаем одеть носки добровольцу Павлу. Я чувствую, что нога будет очень сильно потеть. Причем независимо, лето, осень, весна. Даже зима это точно нет. Ну, это ужас. Остальные украинские бойцы увидят эти инновации разве что в следующем году. Ведь отшить 200 тысяч комплектов летней формы производители не успеют. Ирина Кононенко для Настоящего Времени, Киев. В Екатеринбурге открылось производство по пошиву военной формы для добровольцев, планирующих пополнить ряды боевиков в Украине. Государство на такую инициативу закрывает глаза, а между тем спецодежда со знаками отличий – прямое подтверждение участия России в войне в Украине. Подробности у нашего корреспондента Екатерины Пономаревой. Недавно одно из уральских изданий публиковало список бизнес-ополчения Свердловской области. Предприниматели, которые сотни тысяч рублей тратят на помощь бойцам Донбасса. В лидерах списка Сергей Голованов. Он потратил почти полмиллиона рублей на снаряжение добровольцев. Укомплектовал отряд из полсотни человек с ног до головы. Вызрел протест, внутреннее негодование. Надо чем-то помочь, надо самому поучаствовать. С поток добровольцы собираются. У предпринимателя свой бизнес по пошиву спецодежды. Ради форума для добровольцев ему пришлось переформатировать линию производства, закупить новые ткани и дополнительно нагрузить швей. Впрочем, работницы решение руководителя поддержали. Положительно отношусь, я считаю, что правильно, что мы поддерживаем, чем можем. Форум не раз перекраивали по запросу добровольцев. Несколько раз тестировали. В итоге заказчик остался более чем доволен. Увидят не беззащитных детей и матерей, а вооруженных мужиков, не трактористов с лопатами, а бойцов, ополчений, добровольцев, то никто не полезет. В магазине бизнесмена появился отдельный стенд с военной формой. От спонсорской помощи добровольцам он только выиграл. Сейчас эту форму шьет уже на заказ. И спрос только растет. Екатерина Пономарева, до настоящего времени. Москва тем временем продолжает отрицать присутствие регулярных частей российской армии на востоке Украины. Прокомментировать факты, озвученные в сюжете из Екатеринбурга, мы попросили депутата Верховной Рады Украины, командира батальона «Миротворец» Андрея Тетерука. Все гражданские люди, которые хотят в качестве наемников участвовать со стороны России на территории Украины, проходят соответствующую подготовку при помощи кадровых военных на базах подготовки таких боевиков. Это и в Ростове. Есть три базы, которые готовят боевиков для участия в Украине. В Екатеринбурге, как вы говорите, шьется форма. Со всей России собираются отряды, которые приезжают, переодеваются в эту форму и участвуют уже со стороны террористических организаций ЛНР, ДНР. То есть мы видим, что идет системная работа. Крупный пожар под Киевом. В Василькове горят 8 резервуаров с топливом. По данным Рейтер, зона вокруг нефтебазы оцеплена. Туда не пускают даже журналистов. И неподалеку от места происшествия постоянно слышны взрывы. Госслужба по чрезвычайным ситуациям Украины подтверждает. Произошло детонирование наземных резервуаров. К тушению пожара привлечено 62 единицы техники и более 300 человек личного состава. Три спасателя не выходят на связь. Есть информация о сгоревших пожарных автомобилях. К тушению привлечены силы Национальной гвардии. Это настоящее время. Продолжаем. Передаем слово в Вашингтон, где главная тема обсуждений по-прежнему ситуация в Украине. Идет война не только за контроль над территориями, но и за электорат. О доле политики в этих боевых действиях наши коллеги. Юлия, продолжайте. Сергей, спасибо. Бои в Восточной Украине продолжаются. Мирное население устало от войны. В районах, контролируемых сепаратистами, многие возлагают ответственность за конфликт на Киев. Однако большая часть жителей скорее желает мира, чем отделение от Украины. Корреспондент «Голоса Америки» Дэниел Шерф подготовил репортаж из Донецка. Жительница Донецка Екатерина уже спала, когда что-то заставило ее проснуться. И в следующий момент она услышала сильный грохот в коридоре. По ее словам, непонятно, откуда именно прилетел снаряд, поскольку стреляют с обеих сторон. К счастью, в ту ночь никто не пострадал. Как же мне спасаться? Как выжить? Как спастись в этой хатынке? Погреба у меня здесь нет, а бежать туда в кухню летнюю. Я в годах уже. Местный рынок также попал под обстрел. Утром, когда пожар был потушен, над торговыми рядами все еще стоял дым. Жители этого района к северу от вокзала Донецка говорят, что обстреливают их каждую ночь. Но те, кто решил остаться, как Екатерина, считают свое решение правильным. Я буду голодная сидеть, но чтобы только не стреляли. Я хочу своей смертью умереть. Не под бомбежками, не под этой страстью, что летает на небе. А в этом районе города некоторые жители на ночь спускаются в самодельное бомбоубежище. По словам Иры Батуры, в бункере, куда вода и электричество поступают с перебоями, иногда одновременно находятся до 28 детей. В то время как Запад и правительство в Киеве обвиняют Россию в раздувании конфликта, Батура уверена в том, что ответственность за него несет президент Украины Петр Порошенко. Она не доверяет правительству. Какое тут доверие? Какое тут государство? Оно распалось, его нет. И собирать его по части вряд ли кто уже будет. И какой собирать, если уже люди, насколько они уже, они гнобят его уже. Тем не менее, Ирина Батура не выступает за отделение от Украины, пока существует долгосрочное политическое решение ситуации. Если это будет уже с мирным путем и с прекращением огня, и с прекращением войны, то я думаю, люди будут на это. Тем временем, Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе сообщает об увеличении инцидентов, нарушении перемирия. И хотя жизнь в Донецке продолжается, шансов на достижение мира в ближайшем будущем не так много. Премьер-министр Украины Арсений Яценюк призывает Запад оказать дополнительную экономическую и финансовую поддержку его стране и сохранить экономические санкции против России. В своей статье, опубликованной в газете Washington Post, он пишет, что украинцы благодарны за помощь, которую оказал Международный валютный фонд. Однако, по его словам, Украине нужна поддержка в виде двусторонней американской помощи, технической поддержки, частных инвестиций и лидерства в рамках международных финансовых институтов. Нам также нужно, чтобы международные санкции против России оставались в силе до полной реализации минских соглашений, добавил он. В эти дни Яценюк находится в Вашингтоне. В понедельник он выступил перед представителями мировой еврейской общины. Вот что он сказал. Украина имеет значение для единства свободного мира. Сегодня свободный мир в опасности. Это не просто война между Украиной и Россией. Это война между прошлым и будущим. Это война между светом и мраком. Это война между свободой и диктатурой. Второй год подряд саммит лидеров ведущих индустриальных стран мира прошел без участия президента России Владимира Путина. Об итогах встречи «Большой семерки» в материале Александра Панова. Хотя в итоговом коммунике, как водится, были отражены глобальные проблемы экономикой торговли, климат, здравоохранение, гендерная дискриминация, однако политические вопросы вызвали наибольший интерес. Наряду с угрозой самопровозглашенного исламского государства, обсуждения действий России в Украине стали главными темами встречи «семерки». Члены «семерки» подтвердили, что осуждают незаконное присоединение Крыма и не признают его частью России. Заявили о возможном ужесточении санкций, если эскалация насилия на востоке Украины продолжится. Одним из объяснений Путина причин его вмешательства в Украине была защита русскоязычного населения. Но именно русские люди больше всего страдают от продолжающихся боевых действий. Экономика разрушена, их обычная жизнь закончилась, многие вынуждены уехать, потому что их жилье было уничтожено. Эти люди страдают в первую очередь. Члены «семерки» призвали все стороны в полной мере реализовать Минские соглашения, соблюдать прекращение огня и вывести тяжелое вооружение. Участники саммита призвали российские власти оказать влияние на сепаратистов. Президент США выразил уверенность в том, что если Минские соглашения будут по-прежнему нарушаться, то санкции Евросоюза, срок действия которых истекает в конце июля, будут продлены. Расширение санкций назвал вероятным и президент Франции Оланд. Вопрос, который предстоит решить Путину, собирается ли он продолжать разрушать экономику собственной страны и продолжать изоляцию России ради ложной идеи возрождения Советской империи. Или он поймет, что величие России заключается отнюдь не в том, чтобы нарушать территориальную целостность и суверенитет других стран. Российские СМИ, скупо освещавшие этот саммит, отмечают, что формат G7 вообще устарел, в отличие от большой двадцатки. Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков заявил, что форматы большой семерки или восьмерки не дают возможности эффективно обсуждать мировые проблемы. Цитата. Президент Путин сконцентрирован на работе в других форматах, которые отражают реальный баланс сил. Кроме того, федеральные СМИ приводят слова премьер-министра Японии, страны, принимающей следующий саммит семерки, Синдзо Абе, о том, что для решения мировых проблем, в том числе кризиса в Украине, необходимо привлекать Россию. И тем не менее, канцлер Ангела Меркель заявила, что пока не видит возможности вернуть Россию в большую семерку. Она отметила, что эту позицию разделяют все участники саммита. Япония не исключение. На пресс-конференции в еще большей степени, чем Россия с Украиной, американских журналистов интересовало, есть ли у президента Обамы стратегия победы над ИГИЛ. Обама встречался с премьер-министром Ирака на полях саммита. Пока у нас нет законченной стратегии, еще и потому, что она требует выполнения обязательств самими иракцами. Президент отметил, что все союзники по коалиции готовы приложить больше усилий для подготовки и оснащения иракских сил безопасности. О большем речи пока не идет. Александр Панов, Дана Преображенская. Настоящее время. Вашингтон. Ежегодно десятки журналистов погибают, выполняя свою работу. В 2014 году Комитет по защите журналистов назвал Украину одним из самых опасных регионов для репортеров. О том, за что умирают журналисты на войне, в репортаже Ануша Витесян. Перед Музеем журналистики и новостей в Вашингтоне вместо регулярных первых полос ведущих американских изданий черные плакаты с надписью «Без новостей». Здесь также выставлены фотографии журналистов, которые погибли в прошлом году, выполняя свою работу. Таким образом, организаторы этой акции и ежегодные памятные церемонии напоминают миру о значимости одной из самых опасных профессий – профессии журналиста. В этом году, по данным Комитета по защите журналистов, погибли 80 репортеров. Именно 14 из них сегодня появились на стене памяти. Корреспондент агентства Associated Press Кэти Гэннон говорит, что она чудом не оказалась в списке погибших журналистов. Освещая президентские выборы в Афганистане, она была ранена, когда автомобиль, в котором она ехала вместе с коллегой, попал под обстрел. Для ее коллеги и 48-летнего фотографа Ани Нидрингхаус это стало последним журналистским заданием. Кэти Гэннон, пережив 15 операций, собирается вернуться в конфликтную зону. Если повернуть время вспять, я бы сделала то же самое. И я знаю, если бы Аня осталась в живых, она согласилась бы со мной. Как только мои травмы заживут, я планирую снова отправиться в Афганистан и Пакистан. У меня еще много тем, которые я хочу расследовать и рассказать о них миру. Афганистан, Украина, Израиль, Либерия, Сирия, Центральная Африканская Республика, сектор Газа стали самыми кровавыми для журналистов регионами. Вряд ли без работы этих журналистов мы смогли бы получать новости того качества, к которому мы привыкли. Да, мы бы знали по официальным сообщениям, что в Африке вирус Эболы убивает людей или о каких-то выборочных событиях в той или иной конфликтной зоне. Но благодаря таким журналистам мы узнаем о человеческой стороне конфликтов, войн и эпидемии. Мы начинаем задавать больше вопросов и требовать ответов от тех, чьи решения могут повлиять на жизни тысяч людей. В списке погибших за прошлый год немало имен независимых журналистов. Многие ведущие СМИ и новостные агентства для снижения расходов предпочитают сотрудничать с фрилансерами. Независимыми журналистами были Джеймс Фоллей и Стивен Сотлов, жестоко убитые боевиками исламского государства в Сирии. Джеймс Фоллей потерял свою жизнь, пытаясь, по словам его родителей, показать миру страдания сирийского народа. Казнь второго американского журналиста Стивена Сотлафа шокировала мир. У каждого человека есть две жизни, и вторая жизнь начинается тогда, когда ты понимаешь, что осталась одна. Эти слова мой сын написал, когда он находился в плену уже 13 месяцев. Он начал осознавать, что уже не вернется домой. Говоря о своей второй жизни, он попросил нас не скорбить по нему, а наоборот, в память о нем, наслаждаться свободой, которой у него не было. Родители журналистов говорят, что они до последнего момента верили, что правительство США добьется освобождения их сыновей. Однако спецоперации по освобождению были неудачными. По словам родителей Фолли, федеральное правительство бросило их сына. Другая зона конфликта – Украина. Здесь, по данным Комитета защиты журналистов, погибли 11 журналистов. Среди них ведущий журналист украинской газеты «Вести» Вячеслав Веремий. Он писал на острые социальные темы. Частично потеряв зрение в результате травмы, полученной во время Евромайдана, через месяц он был смертельно ранен. На него напали неизвестные в масках с битами и оружием. Журналист умер в больнице на операционном столе. Сегодня на стене памяти в Музее журналистики 2271 имя. Отчет ведется с 1837 года. И это лишь малая часть тех, кто рисковал жизнью, чтобы получить ответы на свои вопросы. Ануши Витисян, Дмитрий Шахов. Настоящее время. Вашингтон. Думающие, активные люди продолжают покидать Россию. Уехала Жанна Немцова, журналист, старшая дочь убитого оппозиционного политика Бориса Немцова. Тему продолжают коллеги в Праге. Так и есть Юлия. Жанна Немцова утверждает, ей угрожали. О своем отъезде она сообщила газете Таймс. Дочь политика считает, все, кто критикует российскую власть, находятся в опасности. Своего местонахождения Жанна не раскрывает, не отвечает и на вопрос о том, планирует ли возвращаться на родину. Наши коллеги из Радио Свобода поговорили с Жанной Немцовой о ситуации в России сегодня. Наша пропаганда подстрекает к наемничеству, к расправе с теми, кто по-другому мыслит, по-другому думает. И, конечно же, пропаганда сыграла гигантскую роль в том, что сейчас происходит на востоке Украины. Сказать, что я чувствую себя в России в безопасности, это было бы явным преувеличением. Действительно, все абсолютно люди, которые сохранили достоинства, которые не могут молчать, которые говорят о тех проблемах, которые существуют, критикуют открыто Путина и его линию, они находятся в той или ной степени под угрозой. Другие темы. В Тбилиси международная конференция НАТО обсуждают вопросы военного сотрудничества. В Грузию прилетели представители вооруженных сил, стран-членов и партнеров Альянса из Тбилиси. Корреспондент программы «Настоящее время» Зураб Двали. Грузия не намерена отказываться от членства НАТО и ждет в ближайшее время конкретных решений руководства Альянса по этому вопросу. Такова позиция руководства страны. Мы сегодня являемся самым совместимым, надежным и преданным партнером НАТО. Надеемся, что на Варшавском саммите Грузия получит желаемый результат, и представители стран-членов Альянса сдержат свои обещания. Западные партнеры признают, что грузинская сторона достигла весомых результатов в вопросе перехода армии на НАТОвские стандарты. А численность грузинских военных в различных международных операциях Альянса на Ближнем Востоке превышает контингенты даже некоторых НАТОвских стран. Нет никакого рецепта, сколько лет понадобится для процесса вступления Грузии в НАТО. Нет. Может это будет через год, может через два, может через пять. Между тем, сегодня и блок НАТО, и страны-партнеры стоят перед серьезным вызовом. И это политика России. Об этом в частности заявил в своем видеообращении к участникам конференции заместитель генерального секретаря НАТО. Наши партнеры должны быть готовы к любым неожиданным сюрпризам. Действие России в Украине и захват Крыма подрывает общеевропейскую систему безопасности и рушит весь существующий мировой порядок. С участниками НАТОвской конференции встретился и президент Грузии Георгий Маргвелашвили. Он наградил грузинских солдат и офицеров медалями за проявленную доблесть в военных операциях НАТО. А также еще раз заверил западных партнеров неизменности внешнеполитического курса Грузии. Зураб-2, Легогачкония и Давид Симонишвили специально для программы Настоящее время. Молдова выбирает европейский курс, однако у Кишинева сразу две Ахиллесовые пяты, Приднестровье и Гагаузия. Если Тирасполь всегда открыто пользовался поддержкой Кремля, то интерес Москвы к Гагаузии стал заметен на последних выборах главы автономии. Чем живет эта территория сегодня и почему сами Гагаузы выбирают таможенный союз? Дарья Соловьева. Всего в двух часах езды от Кишинева на юге Молдовы находится автономное территориальное объединение Гагаузия. Официально в автономии проживает более 150 тысяч человек. Все надписи здесь преимущественно на русском. Румынский здесь не популярен. А когда в Кишинево ходили, там тоже по-русски как-то, а сейчас уже по-другому. Мы спрашиваем по-русски, а они по-молдавски отвечают. Или вообще не отвечают. Телег, запряженный ослом, классическая гагаузская картина. На одной из таких сельских телег российские автомобильные номера. Рассказывает, что сын из Москвы привез в подарок. Гагаузия с Гагаузией. Пусть там Молдованы сами себе что делать, я не знаю. Но в Румынии мы не попадем. Главное, что если Румынии придут, нам будет очень плохо. У местного комбайнера Ильи в его 62 надежда тоже только на детей, которые работают в России. Мы как голосовали за поможенный союз. Мы без России, мы не кудочные. Президент Молдовы Николай Тимофти во время своего визита напомнил, что у республики курс иной. Мы должны двигаться по пути, который избрал наш народ, по европейскому пути. Это государственная позиция. Я уверен, только с Европой нас ждет хорошее будущее. Новоизбранный глава Гагаузии официальный курс не поддержала. Вы знаете о том, что проходил референдум в Гагаузии. Знаете, как высказались люди нашего региона 98%. Поэтому я думаю, что это не повод для сегодняшней дискуссии. Позиция Гагаузии известна давным-давно. Власти Молдовы назвали проведенный референдум незаконным. Против его организаторов возбудили уголовные дела. Дарья Соловьева. Настоящее время. Полиция продолжает искать заключенных, сбежавших из тюрьмы в штате Нью-Йорк. Это уже тема эфира наших коллег из США. Юлия. Сергей, это так. На поиски рецидивистов брошена спутниковая связь, вертолеты, собаки и щейки. Практически все средства в распоряжении американской полиции. Массовая облава ведется вот уже третьи сутки, но выйти на след преступников пока не удалось. Здесь полиция указывает не только на то, как искусно был организован побег, но и на то, что у беглистов могут быть сообщники в пенитенциарных органах. Подробности в материале Вадима Оленичева. Экстраординарный, уникальный, искусный. Такими эпитетами власти штата Нью-Йорк награждают в эти дни не достижение науки или произведения искусства, а побег, совершенный двумя рецидивистами. 48-летний Ричард Мэтт и 34-летний Дэвид Суэтт сбежали рано утром из тюрьмы Клинтон Коррекшенал в городе Данимора. Тюрьма, которую местные жители прозвали «Малая Сибирь», находится на севере штата Нью-Йорк, в 45 километрах от границы с Канадой. Каждый из преступников отбывал пожизненное заключение за убийство, причем Суэтт без права на досрочное освобождение. Несмотря на то, что преступники содержались в корпусе максимально строгого режима, они сумели прорыть себе лаз. Он ввел из обеих камер в вентиляционную отдушину. По ней беглецы, как в хорошем приключенческом детективе, доползли до канализационной системы. Там они сумели сделать дыру в трубе и по ней добраться до ближайшего аварийного выхода наружу, уже на территории городка. Дальше их следы обрываются. Губернатор штата Нью-Йорк Эндрю Куомо спешно побывал в Данне-Море. Он лично осмотрел путь, ведущий к бегству, и был поражен находчивостью преступников. У полиции нет сомнений в том, что преступникам кто-то помогал, и скорее всего, это кто-то из работников Клинтон Коррекшенал. Иначе они не могли так четко просчитать маршрут и добыть себе инструменты для резки металла. Да и проделать бесшумно пролом в стене тоже чрезвычайно трудно. Но пока это только догадки, и главное внимание полиции сосредоточено на нейтрализации беглецов. Мы проинформировали наших коллег в Канаде пограничные пункты на северной границе и каждый полицейский участок северо-востока США. Но надо понимать, они могут быть уже за пределами штата, а могут и по-прежнему отсиживаться здесь, в Данне-Море. Как обычно, главная надежда на помощь рядовых граждан. За информацию, которая приведет к поимке Мэта и Суэта, объявлена награда в 100 тысяч долларов. Вадим Оленичев, Андрей Дегтярев. Настоящее время. Вашингтон. 30-летняя американка Соня Баумстайн решила пересечь Тихий океан от берегов Японии до Сан-Франциско в одиночку и на весельной лодке. К путешествию Соня готовилась три года и даже специально перед стартом поправилась на 20 килограммов. Если все пройдет удачно, она станет первой женщиной, которой удастся совершить такое плавание. Соня надеется, что преодолеет 10 тысяч километров океанской глади примерно за полгода, при условии, что грести она будет по 14-16 часов в день. Чтобы выдержать такие тяжелые физические нагрузки, на борту лодки упаковано более 500 килограммов провизии, 900 пайков и 180 наполнителей для воды, шоколад и арахисовое масло. Ежедневный рацион будет состоять из 70 тысяч калорий. В Сан-Франциско ее ожидают к концу года. На этом наша программа подошла к концу. Спасибо, что были с нами. Мы прощаемся с нашими коллегами из Праги. Сергей? Мы благодарим коллег в Вашингтоне, а также всех наших зрителей. Смотрите нас в эфире своих национальных телеканалов. В настоящее время Сергей Дорофеев. Всего доброго. До свидания. Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!